Добрый день дорогие друзья. Сегодня на чрезвычайное заседание Народного Совета вынесен вопрос о внесении изменений в действующее законодательство Донецкой Народной Республики, которое позволило бы введение внешнего управления в предприятие украинской юрисдикции. Это вызвано тем, что сегодня, 27 февраля, было сделано совместное заявление глав Донецкой и Луганской Народных Республик о том, что Украина продолжает грубо нарушать букву и дух Минских соглашений, не принимает конструктивных мер для мирного урегулирования возникшего конфликта. Кроме того, всячески ужесточает ситуацию жителей Республик Донецкой и Луганских Народных Республик. Это связано с тем, что, вам известно, уже не один месяц длится жесточайшая блокада. Кроме того, что три года назад были введены жесточайшие блокады, нарушающие все возможные права граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, больше месяца назад была введена блокада железнодорожных подъездных путей. Таким образом, на сегодняшний день многие предприятия этих угольной и энергетической отрасли вынуждены останавливаться. Мы не можем смотреть спокойно на все это, поскольку это не просто угрожает энергетической системе Украины. Это ставит под вопрос, ставит под удар жизни сотен тысяч граждан Донецкой Народной Республики, которые сегодня трудоустроены на предприятии украинской юрисдикции. Это сотни тысяч трудящихся, а также их семей. Мы не можем на это смотреть, просто оставаясь в стороне. И поэтому было принято решение о том, что нужно внести изменения в действующее законодательство Донецкой Народной Республики. И если в Украине нет дела до этих предприятий, до этих семей, значит мы должны брать все под свой контроль. В связи с этим мы сегодня рассматриваем внесение изменений в действующее законодательство, которым вносим изменения для законодательного регулирования процесса введения внешнего управления предприятия украинской юрисдикции. Не простой вопрос, но еще раз повторю, мера вынужденная, поскольку Украина показала на протяжении трех лет уже, и то та власть, которая сегодня есть в Украине, показала свою неспособность на мирное политическое урегулирование возникающих проблем, возникающих конфликтов. Не можем встать в стороне, повторяю в очередной раз, берем в свои руки, потому что благосостояние, спокойствие и в конце концов... Так волнуюсь, простите, мне хочется сказать, да ну сколько же можно издеваться уже, понимаете, ну сколько же можно. Ольга, скажите. Новый, простите, я вижу в этом новый виток геноцида населения Донбасса, то есть приняты различные меры, уже было придумано все, что могу, называется. Ничего не получается, задавить не получается, остановить не получается, поэтому, а попробуем еще вот так. Ну, попробуйте. Вы, наверное, если следите за заявлениями главы Донецкой Народной Республики, его указан, создан штаб по введению внешнего управления. Таким образом, как раз на заседаниях этого штаба будет выяснен, утвержден полный перечень таких предприятий, соответственно, необходимые меры, процедуры для того, чтобы предприятие могло продолжать функционировать. И обратите внимание, мы ставим целью возможность держаться на главу этих предприятий. Предприятия должны полноценно работать, должны выполнять свою роль, обеспечивать добычу и рынок сбыта тем ресурсам, которые производятся на этих предприятиях. Поэтому, что касается количества, это будет утверждено штабом. Что касается, каким образом это будет проводиться, процедура будет утверждена, оговорена на заседании штаба. То есть механизм пока еще не отработан, да? Механизм не отработан, но по той причине, что мы понимаем, что мера вынуждена, мера вынуждена и заранее это никто не готовил. Было понимание того, что, конечно, Украина предпримет все меры для того, чтобы эта блокада, чтобы радикалы, безумствующие радикалы, конечно, были сняты среди железнодорожных путей и все мирным путем регулироваться. Но, как видим, Украина в очередной раз пока не полностью не способна. Паралич власти во всех ее проявлениях, в том числе и мы можем убрать с железнодорожных путей сидящих этих радикалов. Понимаете? Если во всех странах мира эти действия были бы уже приняты, были бы дан характер террористических действий, поскольку такие действия несут угрозу национальной безопасности, энергетической безопасности, уже бы была введена давно процедура антитеррористической операции. И эти люди могли быть, конечно, остановлены. Но Украина это не то государство. Антитеррористическая операция на Донбассе вполне может быть введена, как вы помните, три года назад, да? И непокоренный регион можно было начать уничтожать всеми силами. Но здесь ситуация другая. Наталкивать на мысль, что есть какие-то интересы, ну, об этом отдельно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.